Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами хочу разобрать такой вопрос, как инвестировать деньги. Чтобы нам начать инвестировать деньги, нам необходимо открыть брокерский счет. Хотя на самом деле самый простой способ начать инвестировать деньги, это открыть банковский склад. Но по факту здесь будет процент такой, что мы будем получать доходность меньше, чем... Соответственно, к сожалению, будем получать меньше процента, чем инфляция. То есть по факту наши деньги в данной ситуации будут таять. Это самый, я считаю, недостойный вариант, но вполне вариант как для какого-то кратковременного сохранения. Но опять же, там потери мы несем, но в любом случае это лучше, чем ноль. Это факт, чем под подушкой. Плюс до 1 миллиона 400 тысяч ваши деньги застрахованы. Кстати, да, чтобы определиться, где выбрать все-таки себе один из вариантов брокера, если вы хотите все-таки открыть и у вас еще нет брокерского счета, вы можете перейти по ссылкам в описании под данным видео и выбрать одного из двух, допустим, брокеров. Их, конечно, больше, но у меня есть два варианта. Также, когда мы задаемся вопросом, как инвестировать, обязательно выбирайте брокера, у которого есть лицензия Центробанка Российской Федерации. Это однозначно. Итак, первый способ мы определились. Что? Это вклад в банк инвестиций. Самый неблагонадежный. Дальше это, я считаю, один из самых стабильных. По стабильности банк является стабильным, но низкоуровневый доход. Дальше, как я считаю, это облигации с гособлигацией. Уже выше доходность, но тоже примерно покрывает на самом деле инфляцию. Дальше, как я считаю, что более интересный способ, это же, конечно, выбирать уже акции. Либо же, достаточно простой способ, также для новичков, кто не очень ничего хорошо понимает, это выбирать ПИФы, либо БПИФы. То есть, ПИФ – это паевый инвестиционный фонд. Вы его покупаете просто с банковской карты. Основной недостаток в том, что зачисление денег проходит обычно на третий день где-то. И также снятие денег также на третий день. То есть, вы не сможете, как на брокерском счете, допустим, БПИФ – это биржевой ПИФ. По сути, они ничем не отличаются, кроме того, что торгуются на бирже. И ETF-ы. То есть, это, по факту, тоже биржевой ПИФ. У всех разные комиссии, конечно, но основное преимущество, если вы покупаете фонд на бирже, то что вы действительно можете его продать, купить буквально в этот же день, причем несколько раз. То есть, это, конечно же, плюс. И давайте поговорим чуть о фондах. В чем их плюс? У фондов и ETF-ок, да, у БПИФов, ПИФов. И ETF-ок есть основное преимущество. То, что вы во многие можете заходить от 1000 рублей, где-то еще меньше. На самом деле, у Тинькоффа есть ETF-ы от 1 доллара. Там даже меньше, насколько я помню. То есть, минимальный порог входа вам, конечно же, будет крайне-крайне удобен. Если мы говорим про биржевые, допустим, у меня ВТБ, я могу приобретать ВТБ без комиссии. А у кого Тинькофф может в основном приобретать Тинькофф без комиссии. То есть, опять же, если вы открываете брокера Тинькофф, то, скорее всего, вы сможете купить его фонды, БПИФы без комиссий. То есть, это тоже надо учитывать, в принципе. Так что, для начала бы, как инвестировать, да. То есть, я бы все-таки открыл, наверное, брокерский счет. Выбрал бы либо российские акции, либо фонды, которые не выплачивают дивидендов. И тогда можно выбирать уже даже зарубежные активы, зарубежные акции. И мы будем иметь портфель как раз даже дифферсифицированный. Конечно же, не забывайте, что стоит дифферсифицировать свой портфель. Это очень важно. Обо всех моментах мы еще поговорим на данном канале. Много чего будет интересного. Поэтому обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Всем спасибо.